Здравствуйте! Что мы сегодня знаем о Корейской Народной Демократической Республике? Сообщения средств массовой информации, как правило, редки и носят негативный характер. То есть, по сути дела, мы ничего не знаем. Сегодня мы встречаемся с человеком, влюбленным в эту страну, знающим ее культуру, ее жизненный уклад, ее характер. Приверженец и пропагандист идеи Чучхе, журналист Геннадий Астахов. Геннадий Федорович, добрый вечер! Здравствуйте, Павел Геннадий! Философия, идеология Чучхе, идеология опоры на собственные силы, это идеология, которая выстрадана корейским народом 40 с лишним лет, находившимся под гнетом японских билетаристов. Оно, это учение, оно как бы вместе соединяет все основные принципы независимости и все основные принципы суверенитета. Если не хочешь быть от кого-то зависимым, рассчитывай на себя, опирайся на собственные силы. А вот скажите, все ли жители этой страны являются приверженцами? Нет ли там, как в свое время у нас в СССР, своих диссидентов, своих инакомыслящих, тех, кто не принимает существующий строй? Ну, во всяком случае, мне с такими людьми встречаться не доводилось. Я думаю, что таких людей сейчас в КНДР просто-напросто нет, потому что вся система воспитания, вся система обучения с самого раннего возраста, и включая и возраст зрелый, и дорожденческий, и возраст пенсионный, он именно основан на том, чтобы воспитать в человеке идеи, верность этим традициям и верность этим идеям чучья. В школе, вот, потому что у них же постоянно проходят политические занятия, политические занятия по идеологии чучья на всех уровнях. То есть там постоянно вода на мельницу этих идей, я позволю себе так выразиться, да, течет, капает. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот, и потом, видите, благотворная почва для развития идей чучья, а эти идеи чучья, опять же, были разработаны вождем корейского народа Ким Ир Сеном, которому на будущий год исполняется 100-летний юбилей. К этому юбилею идет очень основательная подготовка. Они трансформированы, идеи чучья трансформированы в политику Сангун, военно-ориентированную политику, во главе которой стоит армия. Во главе жизни корейского народа стоит армия. Армия это все. Армия защитница, армия строительница, военно-строительные отряды, армия кормилица, потому что есть в армии там подразделения, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции. Армия сейчас для корейского народа это все. Но это вполне понятно перед лицом тех внешних вызовов, которые приходится испытывать корейской народной демократической республике, к корейскому народу. Эта политика вполне оправданная. Сегодня у многих жителей России создалось впечатление, что Северная Корея – это страна, населенная угрюмыми людьми, которые страдают от голода и прочих лишений. Вы там бываете очень часто. Вот ваше мнение, ваше впечатление. Знаете, одно время про русских ведь тоже говорили, что они чай, водку из самоваров пьют, и по улицам русских городов медведи бродят. Все это представление создаётся людьми, которых друзьями ни нашего народа в своё время, ни нынешнего корейского народа не назовёшь. Это специально создаётся такое представление, что там чуть ли не голодомор, что чуть ли не труп валяется у умерших от голода. Всё это, я вам скажу, чушь, чушь, несосветнейшая. Понимаете, всё это создаётся специально, всё это создаётся целенаправленно. Ведь в 2001 году, когда произошла эта трагедия в Соединённых Штатах Америки, когда были взорваны башни-близнецы, ведь Северная Корея была причислена к странам оси зла, и вся пропаганда, западная пропаганда именно в этом направлении начала и работать. Вот в наших средствах массовой информации, как правило, своих материалов по этому поводу мало. Я вот что хотел сказать. Вы ведь журналист. Что мешает вам писать о ваших впечатлениях, о хороших впечатлениях в нашей прессе? Да, ради бога. Я вам приведу один конкретный пример. В 2005 году, к 60-летию победы, усилиями правительства Корейской Народной Демократической Республики, усилиями посольства Российской Федерации в КНДР, на русском кладбище в Пхеньяне, в районе Чодон, появилась, созданная усилиями, опять же, повторю, правительства КНДР и посольства, мемориальная доска с именами доселе 17 солдат, офицеров и моряков 25-й армии и Тихьянского флота, которые погибли при освобождении Северной Кореи, которые до этого числились без вести пропавшими. Вот эту доску установили на кладбище, там же был поставлен большой крест с надписью «Соотечественникам». Я, узнав об этом в посольстве, побывав на этом кладбище, приехал и предложил в редакции, ну, во всяком случае, по статусу, это самая уважаемая газета у нас в Амурской области, и вообще не только в Амурской области, предложил такую информацию. Мне прямо было сказано открытым текстом, что мы про Северную Корею таких материалов не публикуем. Геннадий Федорович, а зато, с другой стороны, в журналах, ну, вот, в частности, журнал Кореи, да, здесь только сплошь, ну, такая отлакированная действительность. А вот скажите, может ли наш россиянин, приехавший не по туристической путевке, да, проехать в какие-то, ну, если там такие есть богом забытые селения, районы, посмотреть на жизнь там? Или все это пресекается? Ну, там, видите, там очень интересная система общения с иностранцами. Как только иностранец пересекает границу Корейского народного демократического республики, он тут же попадает под заботливую... В поле зрения, нет, не так? Не так, не так вам речь. Именно под заботливую опеку гида, переводчика, вот, то есть специально уполномоченного лица, который должен обеспечивать... Помогать, помогать, да, помогать, да, помогать иностранцу знакомиться с действительностью. И вот мой следующий вопрос, а можно ли на прилавках магазинов Корейской народной демократической республики встретить пластинки, например, зарубежных исполнителей, зарубежную литературу, ну, вот, и так далее? Ну, смотря какую зарубежную литературу. Зарубежных исполнителей, да, потому что и Ким Чен Ир, он любит современную музыку. Там, кстати, иностранная литература, там очень популярны наши советские писатели. Горький, Твардовский, Чехов. Чехов, кстати, корейцы старшего возраста, да и молодые тоже знают прекрасно русскую литературу. Какую, я не знаю, какую, вот, вы имеете в виду зарубежную? Можно, можно встретить, можно найти. И русскую в том числе, и российскую в том числе. Вот житейский вполне вопрос. Можете вы в нескольких словах сформулировать, а за что вы любите эту страну? Эта страна, вот, мне очень нравится чем? Своей культурой, своими богатыми традициями, своим наследием таким литературным, творческим, богатежным. И потом, вот, самой манерой обращения с иностранцами, с которой мы сталкиваемся, приехав в Северную Корею. В высшей степени предупредительные, в высшей степени вежливые люди, воспитанные люди. Там, вот, положим, оставил где-то вещь, она будет лежать до тех пор, пока не придет полицейский, и не заберет там, не отнесет участок, или пока не придет человек, который это видит, хозяин этой вещи. Вот, и мне нравится корейская музыка, мне нравится корейская литература, живопись корейская очень. Очень интересная, очень оригинальная, очень своеобразная. Мне нравится корейский народ. Дружеские отношения с северокорейцами тоже, вот это вот, они люди, которые умеют ценить дружбу. Они предательства не прощают, но уж если друзья, так это друзья по-настоящему, по большому счету. Вот, наверное, пожалуй, если вот так вот в комплексе, несколько сумбурно я сказал, за что я люблю. Нормально. Потому что это все идет отсюда, вот из души. Из души, от сердца. Зеленоглазое такси, 388-398. Спасибо, Геннадий Федорович. Я благодаря вам узнал, что являюсь, оказывается, чучхиистом. Уважаемые телезрители, у нас в гостях был журналист Геннадий Астахов, человек, влюбленный в Корейскую Народную Демократическую Республику. Всего вам доброго, вам спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!